Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите информационный выпуск на канале Форекс.Новости и Инстафорекс.ТВ. С вами я, Ольга Витковская. В среду торги по единой европейской валюте проходили гораздо активнее, нежели в первые две торговые сессии текущей недели. Мотивом к росту спроса на евро послужила новость от Евростат относительно состояния европейского производства. Согласно предоставленным данным, объемы промышленного производства в декабре в странах обращения евро выросли на 0,7%, что превзошло ожидания аналитиков, прогнозировавших рост показателя лишь на 0,3%. В годовом выражении показатель поднялся до уровня минус 2,4%. При этом, если рассматривать страны в отдельности, данные существенно разнятся. К примеру, в то время как крупнейшая экономика региона Германия демонстрирует рост на 0,8%, Ирландия свидетельствует о росте на 8,5%. Тем не менее, инвесторы оптимистично восприняли данное сообщение. Котировка пары евро-доллар поднялась на 60 пунктов вверх к отметке 1,35 доллара США за 1 евро. К слову, именно в крупнейшей экономике Европы в настоящее время евро переживает кризис доверия. В то время как страны, борющиеся с завышенным уровнем госдолга – Греция, Испания, Португалия – осерегаются возвращения национальных валют, стараясь любым способом сохранить единство валютного блока, Германия запрашивает репатриации своего золотого запаса в объеме 650 тонн драгметалла в Бундесбанк. Вы смотрели актуальные новости об экономических событиях на ИнстаФорекс ТВ. В студии была я, Ольга Витковская.